Нажимаем помоги... Что это было... ООООО ОФИГЕТЬ РЕБЯТА! ВАУ, первая молитва! unda на нумпад 4 Допустим... ОУ ОУ МАЙ ГАД, ОМАЙ ГАД, ОМАЙ ГАД Мы можем стать либо супер добрым, либо супер злым Алтарь призыва перед нами МОЖНО БОССОВ СОЗДАВАТЬ Ну а теперь, чтобы не скучать Нужно ЮКУ изучать Всем привет дорогие друзья, с вами Лоу Лошка Это Эволюция Поехали! Ну что же, снова всем привет, дорогие друзья! Я Лулошка, и добро пожаловать в эволюцию! Да, мы сделали стол призыва, и благодаря этому столу у нас появилась сфера кальция. На самом деле, о данной сфере я знаю всего два пункта. Первое, это босс, а второе, ну по идее он призывается в аду. Так, подождите, прежде чем мы туда пойдём, надо взять побольше еды, и наверное у меня даже есть. Эмм, понятно, еды у нас нет. Не проблема, зато растёт картошка, мы всё это собираем и пережариваем. Обалдеть, вы посмотрите, кликал, случайно нажал сюда, и тадам, кукла Вуду! Меня зацепила вот эта надпись, позволяет предотвратить некоторые виды смерти. Добавьте тип защиты в верстаке. Хмм, сама по себе кукла делается мега просто, всё чего мне не хватает, это мёртвый куст. Ай, да сейчас мы всё сделаем, ну-ка где мои ножницы? Идите ко мне, далее телепортируемся в пустыню, находим кустик и телепортируемся обратно. Тадам, спасибо за ожидание, забираем и дайте мне, пожалуйста, достижение. О, реально достижение! Назад в детство! Прямо сейчас мне каким-то образом это надо использовать, но я не знаю как, давайте нажмём. А, подожди, там же написано. Это можно использовать, разблокировав способность кукла Вуду. А где мне это взять-то, алё? Алё? А, по идее мне надо для себя сделать любую могилу. Так, это тёмный мрамор и любая голова, не проблема. Ууу, могильная пыль. Да это же вообще изи. Допустим, хочу себе такую. Обычно могилы у меня ассоциируются с крестами и по... Опа, новое достижение. Знание о смерти. Малое кладбище. Вы заработали свой первый балл знаний. Знание о смерти. Хм, интересно. По идее, теперь надо просто напечатать свой никнейм, пробуем. А, ну да, железо добавляем. О, имя было выгравировано. Мгм, два уровня. Кто этот парень? Новое достижение. Давайте поставим куда-нибудь сюда, и что же ты из себя представляешь? Чего? Нет, я не умер. Ладно, кукловоду в бой. Здесь нет души. Опа, нашёл. Анг молитв. Позволяет помолиться о вашей душе у могилы. Нажмите по могиле, чтобы помолиться. Делается из пыли, из любой палочки и золота. Пам, пам, пам. Куча руды, но ни одного золота. Обожаю такие моменты. И самое главное, ни одного в печке. Ну что ж такое, придётся идти добывать. Переодеваемся в броню, которая даёт спешку третьего уровня. И после этого идём, куда глаза глядят. Допустим, в эту сторону. Уху! Стоп, что это? Окей, золото найдено. Оу-ля-ля, даже рупий. Вот такие моменты я тем более обожаю. Теневая руда, спасибо, пока что не нужна. А хотя не, предыдущая серия показала то, что очень даже нужна. Собираем. Поздравляю, непонятный анг молитв создан. Дайте мне ачивку. Окей, никакой ачивки не дали. Нажимаем помоги. Что это было? О-о-о, офигеть, ребята! О-о-о, первая молитва! Вы использовали анг молитвы на могиле. Но что мне это дало-то? Алё! Непонятно. Могила с крестом. Может быть, теперь я должен нажать? Давайте попробуем. Здесь нет души. А самое главное, смотрите. Анг перезаряжается миллион лет. Похоже, сейчас неподходящее время для молитвы. Может быть, если я у одной и той же могилы буду постоянно молиться, 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 то у меня появится душа? Или, может быть, около этой могилы надо просто умереть? А-а-а, гениально. Давайте пропишем команду kill. Так, допустим, я умер. Далее мы подходим сюда и... Вот здесь-то душа 100% есть. А-а-а, подожди. А ведь и правда, тут же была могила с душой. Тогда мы сделаем немного по-другому. Уберём абсолютно все вещи из своего инвентаря, потом возьмём только факел. И с этим факелом, дабы у меня появилась могила при смерти, мы умрём. Ба-бам! Пробуем. Берём отсюда куклу Вуду и надеюсь, что всё получится. Так, тихо, овца, не выходить. Ух, блин. На самом деле опасно, опасно всё это делать. Могила исчезла. Ну ё-моё. Попробовал то же самое сделать с шифтом и не, не получилось. Кстати, недаром у Анха написано то, что это надо использовать только на декоративной могиле. Понимаете, на декоративной. А это как раз декоративная, потому что мне об этом даже в ачивке написали. Вот, видите, вы сделали декоративную могилу. Так, подожди, а это что такое? Вы создали странную табличку. Опа! Вот так даже интересней. Надо бы, наверное, всё попробовать. Даже не двухсторонний, пусть магия случится. Да, тут крутые ачивменты, судя по всему. Вы использовали анг молитвы на зомби-жителе деревни, на могиле. И вы выбрали своё первое знание. Что? Написано то, что нужно посмотреть в управлении. Да ладно? Во, смотрите! Знание о смерти. Corel Tombstone. Надо нажать на нумпад 4. Допустим. Оу май гад! О май гад! О май гад! Мы можем стать либо супер добрым, либо супер злым. В данный момент у меня всего лишь один поинт, и надо понять, на что потратить. Ого! У куклы целых 5 прокачек. Предотвращает смерть от утопления. Ну, это фигня. От сгорания, от голода. О, от голода это круто. От падения и даже от иссушения. Офигеть! Я хочу это прокачать. О, или смотрите, есть вот такая книга. Может снимать чары с предметов, но здесь есть такая прокачка, которая позволит вытаскивать чары, а не только снимать. Да, конечно же, возьмем. Новое достижение. Знание поднимает душу. Вы выбрали свое первое знание о смерти. Но меня, кстати, интересует, как становиться добрее или злее. Ребят, по-любому пишите в комментариях, кем мы станем, добрым или злым. По-любому. Вот тут прям обязательно надо написать. Ну и раз уж на то пошло, я буду вам дико благодарен, если на этой серии наберется много лайков. Потому что мне эта серия уже нравится, а мы даже до босса не дошли. По правде говоря, мне само по себе нравится, как этот сезон развивается. Давайте прямо сейчас мы призовем кальция. И бам! Тихо. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Так, кальция был призван. Не может быть заспавнен, если не в аду. Не, ну в принципе мы в аду его призвали, так что все нормально. Привет, дружище! Как ты хоть выглядишь? О-о-о, большой, большой. Е-мать! Нихрена тебе ты сильный! А-а-а, он еще и слепоту кидает. Подожди, что? Он стал невидимым? Мне показалось, или он реально стал невидимым? Да ты что, он реально на время становится прозрачным. То есть, его нет. Обалдеть. Хорошо то, что я призвал его вареньем. Возьмем сейчас лук из сосулек. Ого, анахмолитвы все еще перезаряжается. Ну короче говоря, давайте мы прямо сейчас постреляем. Стоп, что? О, у меня стрел нет. Блин! Босяра, пожалуйста, никуда не уходи. Я сейчас вернусь. Берем стрелы, сразу выкидываем все ненужное. Допустим всякие руды. О, стой, стой, стой! Овечка, 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 не уходи! Господи, я тупица забыл закрыть. Что это упало здесь? А, карта. Все нормально. Овечка сама по себе вернулась. Мы закрываем и возвращаемся к боссу. Ура! Он никуда не исчез. Слава богам! Теперь мы просто стреляем. Да, да, ты невидимый, но мне это не мешает. И я не знаю, что с него выпадет. Я не знаю вообще, что он из себя представляет в плане дропа. Но, по идее, именно он позволит пойти в Юку. Ага, многие уже догадались, что Юка это не босс, это не предмет, это не моб, это портал. И прямо сейчас давайте небольшое трррррррррррррррррррр. До свидания, дружок. Сколько с тебя опыта-то выпадет? Емма, мне так это нравится, так это нравится. 41 уровень. Так, во-первых, с него выпал меч кальция. 3000 использований, неплохо. 10 урона, это плохо. И что ты умеешь? Ничего, понятно. Также мы получили портальный кристалл Юки. Ну, наконец-то. А, фига, то есть надо соединить 9 штук и мы получим 10 рамок. Прикольно. Но у меня 7, то есть надо будет убить босса ещё раз. Проблема повторного призыва этого босса кроется не в пепле и даже не в осколках, а вот в этом слиток спавнера. Нам надо найти луниум, нам надо найти тень и даже адский слиток. Ага, всего по 12. Так, подожди, мы, по-моему, как раз добыли теневой слиток. Он здесь у нас так и не переплавился, ну, конечно. Помимо этого, 4 штуки у меня в сундуке, и того 6. Но мне надо 12. Ах, 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 мне придётся реально пойти в шахту. Но-но-но-но-но, внимание-внимание, вы, наверное, заметили, у меня 41 уровень. Надо прокачать навыки, и я прокачаю защиту, потому что я хочу 28 уровень. Водичка, я смотрю, постепенно замерзает, зима приходит. Так вот, 28 уровень защиты мне нужен, чтобы надеть пылающую броню. Вот она. Во время предыдущей серии мы посчитали то, что она блокирует 76 урона. Допустим, нас ударили на 4 сердечка, а мы получим всего лишь одно. Так, короче, не об этом надо думать. Во-о-о, теневая руда, здорово. Это как раз то, что мне надо. И ещё теневая руда. Да, судя по всему, с ней у нас проблем не будет. Надо найти луниум и потом сходить за адскими слитками. Раз, два, три. ПИИП! Огромное спасибо за ожидание. Раз, два. И мы получаем сферу кальция. Эх, босяра, босяра. Не пришлось бы мне тебя убивать во второй раз. Дропнул бы мне эти грёбаные осколки, да и не парились. Всё. Трррррррр. Стоп, что? Стоп. Не, 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 не. Стой, стой, стой. Стой. Ты не мог туда телепортироваться. Ты не мог туда телепортироваться, тварь. Почему тут портал зажёгся? А-а-а. Чёрт подери. Что мне сейчас ждать-то от этого? Э-э-э. Привет. Ты где? О, он умирает. Он где-то здесь, он умирает. Да ладно. А-ха-ха-ха. Серьёзно? Короче говоря, подождите. Это будет самое странное убийство босса. Надо сейчас как-то наверх забраться, чтобы, если что, он меня точно не убил. Вот таким вот образом обсидианчиком закрываем. Создал портал, теперь мучайся. Где ты там вообще сидишь-то? Ё-моё. То ли снизу, то ли сбоку. Так, куда, куда показывает курсор? Смотрите. Я навожу. Во. О, он где-то с этой стороны. Там, где показывается полоска ХП, там и босяра. Эй, привет. Ты тут? Какого чёрта ты исчез? Да где ж ты, ё-моё. Ты же понимаешь то, что мне всё равно пофиг, как ты умрёшь. Самое главное, получить осколки. Но то, что я тебя не вижу, это очень странно. Типа, я тут уже всё выкопал. А, большей странности придаёт то, что я его слышу. Вот полоска где-то здесь ещё показывается. Может быть, он реально отошёл? А знаешь, умирай пока что. У меня тут железо надо добыть. В хозяйстве пригодится. Извините, я как бы бомжара уже несколько серий. Надо этот вопрос по-любому решать. Если золото попадётся, так вообще супер. Кстати, а где мы заспавнились? Это что за место? А, это около дома. Только в локации, где мы ещё ни разу не были. Ну и отлично. Вот железка побольше. Да-да-да-да-да. Ты там пока умирай, страдай. У-у-у. У-у. О. Всё. Так, и где вещи? Куда они делись? Хе-хе-хей. Вещи. Пожалуйста, дайтесь. На самом деле, это просто звез... Звездец. Поч... Да ладно. Ха-ха, да ладно. Я хотел просто уже начать жаловаться, а тут бабам, я нашёл его опыт. Но. Нашёл ли я портальный кристалл? Просто не помню, те семь штуковин я положил в сундук или нет. Пересмотрел момент и нет. Я ничего не ложил в сундук, следовательно, я так и не нашёл. Вообще, если исходить из логики, то, по идее, это всё должно было куда-то вытолкнуться. Потому что предметы были в камне, и, по идее, они куда-то должны были выйти. А ну-ка посмотрим вот здесь. Может быть, куда-то наружу? Э? Не-не-не, стой, 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 стой! Мне вещи надо найти. Он умер где-то в этой стороне. Пожалуйста, хоть бы они были. Ооо, нашёл! Телепортируемся домой, весь ненужный мусор уже сложен, и теперь остаётся только одно. Да, рамка портала в юку. А, ничего себе! Я только сейчас заметил то, что со второго раза с кальцием мне выпало сразу девять кристаллов. Блин, получается, эти семь мне просто не нужны! Из них ничего не создать. М-дем-дем-дем. О, снег пошёл. Так, а теперь для этого первого сюжетного портала из путешествия к свету надо выбрать место. Допустим, вот здесь. Вы всё правильно услышали, это первый сюжетный портал в данном моде, и мы его зажигаем! Воу-воу-воу-воу, какого чёрта? А чё так больно бьёт-то? Портал в югу. Ооо, блин, красивая анимация так-то. И пойду я туда сразу после того, как прокачаю защиту до 28-го, господи, я обожаю эту серию. Попрошу вас поставить лайк ещё раз, потому что, ну, мне правда нравится эта серия. И, блин, поспать не могу. Я бы хотел избавиться от этого снега, потому что сейчас он здесь так наметёт, так наметёт, мне этого не надо. Ё-моё, а ну, пошёл вон. Оу-е, защита 28-го уровня позволяет надеть эту супер-огненную броню. Вау, что это? Я... Я выгляжу, как какой-то кузнец. Всё, не обращай мне на что внимания, просто заходим в портал. Бам! Та-да-да-дам, та-да-ам! Серебристые листья, золотистые листья, вааау! Какой он весь золотой-то мир-то, пипец! Так, а что это там такое? Это кто такие? Здрасте. О, они стреляют по мне! Ну нахрен! Не-не-не, не хочу ни с кем драться пока что. Мне бы просто изучить этот первый мир. Ой, что это за чёрное было? А, да ладно, это пещера. По всей видимости, мне повезло, что около меня не спамнятся мобы. Потому что, смотрите, как их там много. Синий золотистый цветок. Что из тебя можно сделать? Допустим, ничего. Ооо, и я тут же вижу какой-то первый данж! Что это за башня? Надо по-любому туда сходить, но перед этим поставить вейпоинт. Не просто портал, а золотистый портал. И ещё надо бы сразу здесь вот так всё закрыть какими-то блоками. Красиво закрыть, а не просто так. И если что, то сбоку в меня точно не будут стрелять. Оу-ля-ля, кое-что найдено. Непонятная синяя руда. Я хочу её подобрать. Вот только, блин, блоков нет, чтобы подняться. Давай, опа! Ну-ка, как-то быстро копается. Хм, как обычная земля. А это у нас карайтовая руда. Не знаю, зачем она нужна, честное слово. Я в этом измерении первый раз. Всё, что вы видите здесь впервые, я тоже вижу здесь впервые. Мы это добудем, добудем. Ой-ой-ой, как её много-то, а? Её можно переплавить и получить, например, кирку на эффективность 18. Наверное, это прикольно, но спасибо, у меня кирка получше. Карайтовый блок, который нужен. О, да ладно, я думал незачем, но оказывается можно сделать меч и всё. А также можно создать топор. По всей видимости, это всё только инструменты, поэтому карайтовая руда, прости, но мне, наверное, ты не понадобишься. А теперь я хочу в тот данж, пожалуйста, давайте. Пока я бежал до того данжа, сразу встретил ещё один, прямо перед нами. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, какие вы сильные, ребята. Да-да-да-да-да, я понял, вы вообще крутые, бла-бла-бла. Но откуда вы стреляете? Неужели это вы? Они стреляют какими-то невидимыми чарами. А что с вас падает? Тихо-тихо. Ну, вы хотя бы не быстро стреляете, и на том спасибо. Допустим, ледяной жезл. Кто? Кто стрельнул? Что за хрень происходит? Может быть, это ты? А, да ладно, походу, это вот этот чувак стреляет. Извините, династер, до свидания. Ну, опыта с них падает не так уж и много. А вот данж из себя подразумевает... Аааа! Тихо! Какого-то торговца! Скоко! 50 тысяч хп! Знаете... Знаете, вот... Хе-хе. Челлендж. Хе-хе. Убить торговца. Нет, это невозможно. И давай посмотрим, чем ты торгуешься. Угу. Прикольное оружие, прикольный лук. Кстати, а лук-то реально ничего такой. От 5 до 20 урона. Ему нужен металлический диск и сияющая пыль. Угу. Это мы пока что не знаем. Топоры всякие. Топоры, топоры. Ладно, прости, деревенщина. Но пока что торговать я с тобой не буду. Че у тебя тут наверху? Опа! Золотистый сундук. И металлические диски! Ха-ха! Серьезно! Окей. Теперь я могу с тобой поторговаться, но нужна еще пыль. Походу она только выпадает, потому что не крафтится. Угу. Ну ладно, добежим сейчас до второго данжа, посмотрим. И это... Это у нас... РОБОТЫ! РОБОТ! Ну вот, 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 ну зачем я это сделал? Ну вот что за тупица подходит так близко? Попробуем еще раз. Здорово, ребята! Так, а это кто такой? Ни хрена себе ты быстрый! Дружочек, пирожочек, а если бы я не летал? Окей, попробуем убить. И это происходит за один удар. Хорошо. Так, ты у нас в итоге кто такой? Давай прочитаем. Эй, стой! Стой! Да ё-моё, ты же меня сейчас убьешь. А, Бегун его зовут. Что ж, Бегун, до свидания. С этих роботов, кстати, почему-то ничего не падает. Либо падает, но очень редко. Так, а это что такое? Ключи от врат? Оооо! Хо-хо-хо-хо! Ой-ой-ой, мне это нравится. Ценная корона, которая нужна, чтобы кого-то призвать. То же самое и с переплавкой. Что такое? Ой-ой-ой, попадают, твари. Тем временем спавнеры не разрушаются. То есть мне реально надо убивать этих ботов и что-то получать. Ладно, давайте попробуем реально побить. Да ё-моё, какие же вы сильные-то! Хватит! Вот так вот, аккуратненько, по чуть-чуть. Надеюсь, с них падает не только опыт. Пожалуйста, какой-нибудь да предмет выпади. Хотя мне сейчас с этого второго бегуна ничего не выпало. А с первого раза были ключи от врат. Наверное, реально, просто дроп очень маленький и не везёт. Ну-ка, тут ещё какие-то данжи есть. Ага, данжи пока что не нашёл, зато вот оно чё. Это... Ммм... Как-как? Чего там написано? Это какое-то мега-супер-странное название. А, так тут ещё какая-то непонятная руда. Небесная. Стороновая. Стороновая, ладно. И мэкьюмовая. Мэкьюмовая, всё, запомните. Только, пожалуйста, не умираем, не умираем, регенерируемся. Давайте посмотрим, что из этих руд можно сделать. Допустим, небесная. Ты нужна, чтобы сделать слиток, а после этого... Хмм... Просто... Инструменты? Серьёзно? А, не! По сравнению с предыдущей у неё ещё броня есть. Требуется защита 24. Так, мы прыгаем на три блока выше, мы бегаем быстрее и не получаем дамаг от падения. Это вроде бы неплохо, но нет, крафтить точно не буду. Так, посмотрим, что вот это за руда, которая, кстати, в большом количестве заспавнилась. Мэкьюмовая. Также делаются слитки и после этого только инструменты, которые, кстати, ничем не отличаются от тех. Полетели дальше, позиркаем, может быть, какие-то данжи да найдутся. О, здрасте! Ну-ка, что в этом сундуке? Металлический диск, ещё один. Конечно же, возьмём, мало ли потом пригодится. А может быть, второй торговец чем-то другим торгует? Нет, то же самое. Зато торгует он как раз на эти самые руды, то есть они нужны не только ради крафта. Хорошо, тогда добудем. Обалдеть, с такой крутой киркой я ломаю так долго. Ну, типа, я думал, что камень здесь будет вот прям лететь-лететь, но он не летит. Телепортируемся домой и офигеваем, потому что, смотрите, анг молитв до сих пор не перезарядился даже наполовину. Это, это как же долго надо ждать. Ладно, на самом деле у меня тут новая проблема. Золотой сундук переполнился, и надо его, наверное, проапгрейдить в алмазный. Проверяем, как это делается. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. А, вот, нашёл. Нужно стекло, два алмаза и золото. По сути, не проблема, потому что как раз всё есть. Два алмаза, а стекло, подожди. А, чёрт! Стекла нет. Ну, ничего, сейчас переплавим. Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Соединяем, забираем и кликаем. Ой, блин, я опять забыл. Забыл то, что надо было сначала убрать табличку. Напишем просто руды. Более-менее понятно. И, ой, как хорошо, сколько места открывается сразу. Замечательно. Слушайте, знаете, что я сейчас хочу сделать? Телепортироваться к карьеру, потому что я туда не телепортировался уже серии 6. Здорово, дружище! Да, ты давным-давно остановился, потому что двигатели без угля. И, чё вы на меня бежите? Вот чё вы на меня бежите? А ну-ка... ТРРРРРРРРРРРРРРРРМ АААААААААААА Ненавижу! Ну, серьёзно! Я же просто телепортировался посмотреть на вещи! Тьфу, ты на какие вещи? На карьер я имел в виду! Всё, отстаньте! Всё, нормально. Вроде бы всех попереубивали. И да, карьер остановился, потому что в двигателях нет угля, но сколько он добыл? А добыл он, кстати... Ой-ой-ой, многовато. Надо будет по-любому здесь создавать систему Аплайт Энергистикса. Это система, которая позволяет переплавлять все вещи и хранить все вещи в одном блоке. На самом деле, эта система нам пригодится в скором времени, а в будущем тем более пригодится, когда мы будем контролировать одновременно сотни тысяч блоков. Одновременно, повторяю. Значит так, стол призыва, здрасте, у меня тут металлический диск есть, и тебе надо ключи от врат, у меня три штуки, а также серебряный кусочек. Я знаю, с кого это падает, по-любому из тех самых серебряных ботов. И тогда мы сможем призвать Каралатора. Ух, Каралатор, как звучит. Слушайте, займемся мы всем этим уже в следующей серии. Знания о смерти и многое другое мы также будем изучать уже в будущем. И надеюсь, то, что вам понравилась эта серия, она, блин, крутая, ну правда. Это чисто мое мнение. Ну и, кстати говоря, если вы все еще не подписаны, но досматриваете до конца, я буду вас прям очень рад видеть в числе подписок. Спасибо большое, если вы это сделали. Благодаря подписке вы 100% не пропустите новый ролик. И если вы здесь привы, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Лололошка и молитва. Всем удачи, всем пока, 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 пока.